Девушки отдыхают 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 давай сделаем так я уже много раз услышал нестандартный необычно не так как у всех нас есть видео которое о этой игре о той игре которая занимаешься вместе с ребятами давай посмотрим чтобы зрителям было понятно да чем идет речь друзья мы по-прежнему на игромире мы никуда не уехали на стенде intel а сегодня гости от mail.ru и вот иван педянин он нам покажет и расскажет чуть-чуть о мобильной игре от mail.ru если можем смотреть видео смотрим если нет давать чуть позже посмотрим я смотрю получается так это машина это картинка это картинка планета героев так это будет называться да совершенно три режима игры насколько я увидел это мобильный могут опа ну неужели 7 минутным среднем pvp геймплеем так много разных героев замечательный стиль замечательные герои и в нее могут играть те самые игроки которые любят играть настоящие моба игры наша основная аудитория это игроки которые очень и очень любят свой жанр это жанр моб но со временем понятно что люди растут некоторые женятся выходят замуж уважаются дети или они идут на большую работу где времени становится очень мало и вот эти люди они по-прежнему на самом деле стали остаются геймеры остаются геймерами и очень-очень хотят продолжать играть в тот же самый жанр которого не любят которого не привыкли и мы для себя взяли задачу что мы хотим им дать тот же самый experience но для мобильных телефонов потому что по сути у этих людей у этих игроков единственная возможность где можно осталось поиграть это за телефон соответственно наша задача дать им тот же самый experience но при этом принести его действительно в мобилку так вань так так я сейчас только что вот столько всего увидел что мне кажется 35 человек это маловато я правильно понимаю я практически увидел полноценную моба игру с матчмейкингом с обилками с кучей героев с возможностью поиграть против искусственного интеллекта если я там не ошибся то это 5 на 5 будет игра 3 на 3 3 на 3 но слава богу уже просто на экранчик бы не поместилось и это достаточно сложный проект ты говорил что вы идете на на не то чтобы на поводу но стараетесь посмотреть в сторону профессиональных игроков но не профессиональных и неправильно говорю извини те кто много играет моба а но мне не то чтобы под навеяло сейчас и как-то я усмотрел лигу легенд понятно все моба похожи но твои любимые моба игры лига флэджинга лига флэджинга не дота не до а на рынке мобильных игр я сейчас говорю про мобильные моба игры уже есть воин глори возможно ли попасть на этот маркет воин глори сделали ошеломительную качественную работу для ультра хардкорной аудитории игроков которые готовы играть на мобилках 30 минут подряд согласен сессия да я увидел надпись по 7 минут на игровой здесь что можно успеть за 7 минут за 7 минут можно успеть проиграть поиграть и проиграть или выиграть полноценный pvp матч 3 на 3 где действительно есть глубина где есть возможность выбора стратегии где есть возможность поиграть в канат то есть перетягивание кто-то будет выигрывать это проигрывать потом они поменяются то есть можно это сделать мы собственно говоря главный наш результат то что мы смогли это сделать то что мы сейчас видим на попросе минут это уже не наши пожелания это то что мы видим как медиана на реально следовала настоящего игроками да то есть вы исследуете в данный момент игру для каких платформ она доступна на данный момент на данный момент в бета-тесте могут участвовать и айос игроки и android а windows фон ну слушай но но windows фон друзья он существует в конце концов мы где-то его видели но к сожалению реально существует я правда видос фон ладно не будем за больное а потрясающе то есть вы сразу закрыли а и айос и android это великолепно и бета-тест доступен для одной для другой платформы очень интересную штуку я смотрел видео хочу отдельно на этом остановиться twitch возможность показывать эту игру все что нужно таким людям как мы организатором турниров те кто готов показывать игры это некий observer мод спектатор мой насколько он продуман насколько много времени ему уделяют потому что это невероятно важно прежде всего правильно что был указан твич то есть мы сейчас смотрим в основном скажем так когда игра выйдет прежде всего она будет поддерживать стриминг стриминг с поддержкой с видео то есть вот все что могут дать телефон я смогу просто зайти в игру и показывать ее как observer как стример а нет вот смотри если говорить про observer мод то вот у нас есть три три на три да вот три человека играют против трех человек них есть некая там допустим игровой лобби да вот они в нем встретились я хочу иметь еще один слот чтобы показать это сверху покрутить поиграть как человек который будет это комментировать и даже больше но в початке сожалению ах хорошо прям слушай прямо попала тоже может улететь в космос монетизация монетизация очень простая так как наша аудитория от игроки league of legend доты вот которые выросли все такое мы чисто теоретически не можем предложить ничего более жесткого чем это было принято там косметика косметика скины ускорение покупки героев то есть мы не дота где сразу все ездят мы скорее лол где героев есть бесплатная ротация есть какие-то бесплатно самого начала и есть возможность купить как за внутриигровой валюты так и за деньги героев а можно я сейчас личную просьбу для тебя же не будет видео рекламы там внутри нет нет слава богу это кстати потрясающая вещь для начинающих разработчиков а которые занимаются мобильными играми то есть я говорю сейчас о том ребят что если вы играете мобильные игры вам временами знаете там посмотрите видео для того чтобы получить кристаллик посмотрите правда посмотрите потому что ну есть все таки манеру это гигант да я это признаю и действительно делать моба игру 35 человек студии это нормально но есть ребята которые пытаются делать мобильные игры прям вот на коленях и и очень и у них иногда классный продукт получается и единственный способ хоть немножко заработать и как-то жить да это вот как раз вот это вот видео посмотреть но то что вы молодцы и большие не надо будет ничего смотреть а просто играть это прекрасно это чудесно окей это моба это мобильная моба игра три на три это киберспорт в конце концов все верно на самом деле мы уже сейчас пробуем закрытым тестирование я должны были водой окатить в этот момент нет на самом деле все так астана на самом деле все движется к тому я вот это вот аудитория который говорю да она не чисто мобовская есть игроки которые играют и там в counter-strike или играли есть игроки которые играли в морпг различных мы сейчас видим по рынку китая которая на самом деле наверное вот прям сейчас становится лид мотивом что те игроки которые 10 лет назад играли в морпг в шутеры, в мобы, они благодаря тому, что Китай сейчас, в принципе, развивается достаточно быстро и быстрее, чем средняя страна, скажем так. Они, вот эти люди, они вот выросли еще быстрее, чем россияне. И эти люди сейчас полностью переходят на мобильный телефон. Там уже есть свои контр-страйки на телефоне, там уже есть свои мобы на телефоне, которых мы пока основная масса игроков даже еще не видели. Там уже есть свои мой РПГ. И это все активно развивается, потому что людям нужно продолжать играть. Они просто нашли для себя новую платформу. Хотя, безусловно, ты прав в том, что маленькие студии, 2-3 человека на коленке сделать свою casual игру никто не отменял. Если вы действительно в нее верите, если вам самим нравится в нее играть, то пожалуйста, там и так далее. Я ни в коем случае не говорил об этом, понимаешь? У меня есть мобильная игра, которой я посвящаю кучу времени, да? Не потому, что я посвящаю ей кучу времени, не потому, что это игра на мобильном, ни в коем случае. Потому что эта игра... Я говорю сейчас про Хардстоун, я не буду скрывать, да? Я обожаю эту игру, она классная, она дает мне возможность подумать, отвлечься. И то, что меня радует, да? То, что при нормальном коннекшене с мобильным интернетом я просто беру в руки девайс, играю игровую сессию и получаю какое-то удовольствие, да? Расслабляюсь просто. Это не мобильная игра изначально, она была удачно портирована на мобильный телефон. Но я понимаю, какое количество сил, энергии, людей было задействовано в том, чтобы создать Хардстоун. Поэтому, если у вас будет 100 человек, я не буду против. Просто это будет великолепный продукт. Да, то есть, не о том, что там мобильные игры должны делать мобильные группы людей. Ни в коем случае. Пусть это будет прекрасный продукт, и в него тогда будут играть, да? На что я обратил внимание? На Игромире. Мобильных игр почти нет. Их не нужно показывать на Игромире. Почему? Это же игра. Почему? Это игра на устройство, это видеоигра. Да, но если посмотреть на способы распространения для разработчиков, то для них, как ты верно указал, опять же, большинство из них инди. Места им здесь просто нет, слишком дорого. Да. При этом они могут определенное количество усилий затратить на разговор с площадками, с платформами, с App, с Google, и при определенной доле успешности проекта, эти вот там красивости. Ты попадешь в топ просто, да? Да, просто дадут фичеринг, да, и это будет, даст эффект, гораздо более считаемый, чем Игромир. Даже самые крупные компании сейчас думают насчет Игромиры, насчет его эффективности. До сих пор нет, ну я и по крайней мере, не знаю ни одной четкой метрики успешности Игромиры. Бренд-товарность, ну, но... Но бренд-товарность, конечно. Да, да, ну то есть все потом с умным видом говорят, что все было не зря. Я был в Игромире. Да, да, да. Вот мы, понимаешь, как... У нас какой бренд-товарность? У нас есть вот компания Intel, допустим, да, и вот в мобильных телефонах совсем другие чипсеты, да, и... Слушай, я вот так думаю. Есть такой интересный пример у меня есть, очень интересный. Есть World of Tanks, и вот Blitz, который... Это не портированная версия, это абсолютно две разные игры, но они очень дружат с друг другом. А никто ли там параллельно с вами вместе не делает такую же мобуну на PC? Нет. Не только мобайл? Ну, World of Tanks открыл жанр, и поэтому им логично так делать. Дело сейчас PC-мобу, это... Нет-нет-нет, я имею в виду, ты делаешь сейчас мобильную игру, она имеет сеттинг, она имеет героев, правила, баланс. Может быть, ее в обратную сторону завернуть? Я бы сказал, что ее скорее нужно дальше заворачивать и уходить в телевизор, может быть, со временем, да? Опять же, как скорее... Опять не об этом, Вань, опять, смотри. Вот у тебя есть игрушка, да? Planet of Heroes. Planet of Heroes. Может быть, ее же, но сделать на PC? Не стоит. Не стоит? Нет. Потому что в нее тогда контроллер и все остальное даст тебе больше свободы, это не будет интересно. Мы не конкурируем впрямую с Лолом или с Дотой, потому что они, очевидно, лучше. Сравнивая их на одной арене. Глупый вопрос, я все понял. Ну, тогда давай твой топ-3 мобильных игр. Почему обязательно мобиль? Любые жанры. Нет, я хочу про мобильных игр услышать. Слушай. Да, у меня есть... А что, не Клэш Рояль? Вообще, Clash of Clans, Clash of Clans мне не нравится. Слишком уж все там просто. Окей. Candy Crash Saga. Отличная игра. Никаких проблем. Невероятно успешная. Третья. Clash of Clans. Clash of Clans. Как-то все у тебя в одну сторону, нет? Candy Crash Saga и Clash of Clans, по-моему, они оба... Нет. Нет, матч-3. Не Танцент? Нет, матч-3. И где нужно вот складывать штучки такие. Окей. Окей, окей, окей. Хорошо. И как ты дошел до того, что... Как ты очутился вообще в мобильной... Да, жизни такой? В разработке мобильной игры. Я в разработке... История, да? Ну, некий бэкграунд. Хорошо. Ну, я так, прямо. Давай, давай. Верхушками. Я начал работать в 15 лет. Супер. Пришел я в компанию Невал, где я и проработал в 12. Ну, немало. Наверное. Да, это достаточно немало. А последние 4 года в Невале я был руководителем мобильной разработки и издания. Мобильный... Как-то он там назывался и называется. И вот со временем как бы перешел в Mail.ru. С идеей про Planet of Heroes. И с идеей создать собственную студию внутри Mail.ru, которая будет заниматься разработкой мобильных проектов. Вот стратегия, о которой я рассказываю. Для игроков, которые выросли. То есть Mail.ru тебя поддержали, да? Вот в этом начинании. Они меня поддержали, они мне дали возможность внутри сделать свою студию, нанять людей для этого все дела. Все практически сейчас люди, которые в студии, это свеже нанятые сотрудники. Все это как-то произошло буквально за последние полтора года. Поэтому, да. Скажи мне, веб-сайт какой-то существует сейчас, чтобы можно было зайти, почитать что-то про проект. Да, про проект, узнать какие-то штуки. Потому что мне, честно тебе скажу, мне... Moba.mai.com Дико интересно. Moba.mai.com Ну-ка. Собственно, это портал. Сейчас мы все... А ну-ка, включите, парни, мы посмотрим. Вот же у нас пришел специалист по мобо-игре. Рома. Ромочка. Рома. Верните мне Каспера на секунду. Что мы пропускаем все. На секунду. Садись. Садись, дружище. Ребята, я подключу Каспера, да? Значит, смотри, вот Ваня. Это Ваня. Привет. Мы сейчас включим все это на экран. Ага. Ага. Так вот это вот значит Planet of Heroes, чтобы ты понимал. Это игра на мобилочку. Ага. 3 на 3 моба сессии в 7 минут с драфтом героев. Ага. И с возможностью за 7 минут разными обилками друг друга неплохо каким-то образом поколбасить. Здесь есть очень интересная история. Мы тебе сейчас прям видео покажем. Так, а ну что это у нас? Виннерс. А, это те самые турниры, про которые ты говорил, да? Окей. Супер. Твиттер, Reddit, Facebook. Масса всего. Вот так это все называется. Можно зарегистрироваться и даже подписаться на бетку. Хорошо. Где мой ролик? Хочу ролик посмотреть. Так. Значит, смотри. Ну давай. Вот, вот, Иван. Это Роман. Вот, вот, вот. Погоди, мне показывают ролик. Я сейчас немножко наслажусь кинематикой и потом перейдем к обсуждению. Сейчас тебе же тематические вопросы. Ай, компанию. Вот что я забыл обсудить. Слушай. Хорошо. Mobile Devices. Это подразумевает планшеты, телефоны или... Телефоны в основном. Именно в основном телефоны. Ты смотри, ты смотри, не пропускай. Не, я смотрю внимательно. Я тут сразу вопросами-то завалил, но в мобе-то кто у нас тут? Гуру. Ну, я пока просто наблюдаю. То есть, я, в принципе, понимаю, к чему это все может быть. То есть, примерный потенциал, потому что я уже играл в парочку, ну, схожих игр. Но мне интересно, чем это будет отличаться. И пока я смотрю, что, ну, динамика неплохая. Картинка вроде бы тоже приятна. Тем более, учитывая то, что для мобилок тут совсем иные требования должны быть. Ну, и в целом, сейчас интересно будет посмотреть, там, не знаю, пул героев или вообще вот цель, основная цель. То есть, все те же коридоры у нас остаются или, возможно, что-то поменялось? Мы, прежде всего, делим всю мобу на... ну, всю игру на две части. Это моба-компетитив жанра, то есть, это оригинальный геймплей, который нужен игрокам. И то, во что они играют, скажем так, в метро, в дороге, когда у них буквально пару минут. Да, это, собственно говоря, наш стример Каусеп, он нам очень сильно помогает в общении с комьюнити. Помимо самих стримов, конечно. Соответственно, моба-жанр, карта 3 на 3 с настоящими игроками, с настоящим матчмейкингом, с разными героями, там, ну, с ранг-гейм. А какое количество для начала у вас есть? Или вы уже... Количество героев на запуск? Да, да, да. 14 героев будет на Global Launch. И потом, соответственно, по одному-двумя героям в месяц мы добьем там... Ага, да, да, хорошо. При этом каждый герой еще имеет свою систему развития, то есть он может выбирать билды, которые сильно достаточно меняют его геймплей. Там он может стать танко-хиллером, танко-дэмиджером. А, то есть там как? Там будет то ли подраздел способностей на две, как вот у нас есть... Мы называем их рунами, да. Ага. То есть есть несколько тиров рун, и в каждом из тиров есть свой вариант. Соответственно, игрок... Достаточно быстро себе зарабатываешь. Это скорее нужно для того, чтобы игрок, ну, погружался. Аналог это Хиросов за шторм, наверное. Вот, 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 да. Я как раз хотел спросить, то есть с чем можно провести параллель. А в целом, какая вот система, я не знаю, там уровней профиля или ранкед, или как это вообще выглядит, как это у вас организовано? Прежде всего это ранк, то есть игрок, который разбил своих персонажей, он наступает ранк в игру, где у него есть своя вига, которая обновляется. Здесь, скорее, аналогом будет Overwatch, где будет, ну, как бы все отбрасывается раз в какое-то время. Будут свои турниры, будет, естественно, левел профиля, но он скорее будет показывать тоже некое, как бы, время игры, скажем. I'm so excited about this. Слушай, там, Кем, у меня единственный вопрос. Вот как за 7 минут такие, да, вот, вот как вы получили эту цифру 7 минут? Я понимаю, да, мобильный, недолго отвлекаться, но что можно успеть за 7 минут в MOBA? Вот, как бы, мы когда только начинали все делать, мы проводили специальный фокус-исследование с игроками. Мы прям звали разных серебряных там игроков, золотых, даймондов, общались с ними. Причем это делали? Лон-лоу, лалец. Не просто так, а вот именно, ну, там, по науке, скажем так. И пытались выявить, что для них является критичным в жанре, что для них является полезным, но не совсем обязательно, скажем так. И, соответственно, вот эти все штуки мы вот вычленяли. На самом деле, результат, к сожалению, показал, что удалить все полностью, ну, полностью удалить что-либо практически нельзя. Мы для себя, как бы, вычленили одну вещь, которую, ну, как бы, безусловно, будут страдать люди, но, тем не менее. А люди будут страдать все равно. А люди будут страдать, ну, потому что 7 минут и 30, это все равно разные уровни погружения. Все равно созданы для страдания люди. Слушай, но... И реально ли просто, играя вот обычным темпом, да, без особого какого-то задротства, как говорится, при помощи каких-то внутриигровой валюты, если она имеется, открыть те же фишки, которые можно приобрести за деньги? Все, кроме скинов. Хорошо, понятно. Мне прям не то, что понятно. Я уже становлюсь по-игонечку поклонен. Понимаешь, что мы обсуждаем? Уже полгода, может, сейчас Ваня, Ваня-то наверняка не удивится, но уже полгода очень многие эксперты, очень многие люди на различных конференциях, на выставках, в репортах, за которыми я стараюсь следить, как человек, сходящий с ума от киберспорта, очень многие говорят о том, что все двигается в мобильный киберспорт. Потому что человек, имевший персональный компьютер, имеет его и сейчас, но выглядит он вот так, да, и все там, и карта, и купить, и попить, и поспать, и здоровье, и все остальное. И там же он будет соревноваться. Что ты думаешь по этому поводу? Мы не думаем, мы, собственно говоря, работаем в этом направлении, работаем активно. Это, собственно, одна из причин, почему мы активно работаем сейчас со стримерами, то есть у нас сейчас два очень крупных игрока, скажем, на этом рынке, это Каусеп, это Боксбокс, оба, так получилось, живут в Корее, и через них мы вот не только сообщество игроков, скажем так, поднимаем, да, но и смотрим на людей, которые участвуют уже в профессиональном киберспорте. Окей, вопрос. Я понимаю, что у тебя уже есть некая статистика, да, статистика тех, кто захотел участвовать в бетке, и я понимаю, что игра имеет мультиязычность в любом случае, потому что нет смысла делать игру на одном языке. Какое процентное содержание, если можно выдавать эту информацию, да, сколько там игроков англоязычных и русскоязычных? Я, наверное, не могу говорить точных цифр, но, скажем так, мы международные игры, и это в смысле не просто слова, у нас очень много игроков из самых разных точек, и растут они, причем, тоже очень хорошо. То есть у нас сейчас из топовых таких стран, бетти, которые сами растут, есть и Корея, есть и Бразилия, есть и Россия, естественно, есть и США. То есть мы везде сейчас на втором... Ну, я думаю, что сейчас тоже некоторые люди посмотрят, такие думают, ха-ха, во что-то можно порубиться, интересненькое. Но, блин, я не помню, когда в последний раз вообще устанавливал игру, в которой я долго заходил и долго играл. То есть, поэтому я постоянно нахожусь в поисках. Хардстоун. У меня планшетики есть для этого. Кстати, а вот на планшетах, возможно ли будет поиграть, или пока это только для мобильных, в смысле, для самих, для смартфонов? Физически, конечно, возможно, у нас даже есть iPad 12-дюймовый, на котором мы играем. То есть, тестируете? Но мы будем делать специальное управление под это делом, где можно будет играть тачем, как в Вейнглоре. Это скорее будет в патче в каком-то, но тем не менее появится. Ну, я к тому, что вообще, да, теоретически это будет или нет. Ну, это очень интересно. Свой процент рынка у них есть, и, соответственно, нужно их поддерживать, потому что просто люди действительно иногда хотят играть больше в экран. Ну, да, это чуть-чуть более удобно, и некоторые просто есть планшеты, они не знают, для чего их применить, хотя вроде бы аппараты мощные. Соответственно, под игры это, мне кажется, тоже неплохой вариант. А русские стримы, а есть у вас? Есть, но таких, конечно, крупных, к сожалению, пока нету, но мы в активном поиске, скажем так. Степан, сразу. Я старт для этого. Я же, понимаешь, я теоретик сейчас, теоретик. Наука, наука обо всем. Окей, вопрос достаточно сложный, может быть, рано еще его создавать, но то, что предполагает киберспорт, хороший соревновательный момент, это обязательно шоу. Это обязательно люди, которые должны собраться вместе. Это обязательно эмоция, некий стори-теллинг, обязательно история и так далее и тому подобное. Это сразу же турнир, правда, то есть вот я не просто даю этот совет и не просто, знаете, как там, сделайте турнир, у вас сразу все будет хорошо. Но, как бы, да, сделайте турнир, у вас сразу все будет хорошо. Можно ли ожидать чего-то крупного? Ну, Сосикс, вот ты можешь посудить, да, с тем, что мы уже сейчас пытаемся это делать, и первый опыт уже есть, и они успешны, игрокам это нравится. Такой, скажем, элиминейшн-системы мы будем пробовать через некоторое время, тоже на время бета-теста еще. И, собственно, туда тоже будем активно смотреть. Здесь, ты прав, что турниры это важно, но еще важнее, чтобы была создана целая система, которая должна состоять из игроков. Должны быть люди, которые учат других людей, должны быть люди, которые хотят учиться, должны быть люди, которые просто смотрят и которые показывают. И если даже вот сразу лезть в турниры сходу, да, и говорить, что мы про них, не имея аудитории, то это будет, грубо говоря, сила в никуда потраченная. Все верно, все верно. Нужна хотя бы изначально хорошая инфраструктура. То есть люди, которые потянутся за все эти идеи. Мы уже с одним из разработчиков сегодня общались. Он как раз об этом и говорил, что они в War of Ace очень долго выстраивали этот фундамент для того, чтобы потом прыгнуть в киберспорт. Чтобы проще было. Собственно, да, здесь вот как раз говоря про фундамент, одной из фичей будет то, что наш профиль, вот игрока, который у него есть, с кем он сражался, когда там и так далее, он будет доступен через API. И игроки сами смогут, в принципе, делать свои турниры. Наша идея в том, что мы вначале будем, безусловно, делать что-то сами, смотреть то, что делают игроки. И когда поймем, что это вот уже разрослось в такую большую бучу, уже возглавим это движение, скажем так. Возглавить движение, это очень, кстати, неплохая задумочка, я вам хочу сказать. Ты не можешь победить какое-то движение, надо возглавить. Все верно, все верно. Это очень удобная, кстати, стратегия. И тут уже так все это идет. Иван, потрясающе, правда, потрясающе. Я искренне желаю вам удачи, потому что... Потому что искренне желаю вам удачи. Не потому что это MOBA, не потому что... Мне очень нравится то, что технологический прогресс, да, вот как мы его видим, мы можем говорить о VR, мы можем говорить о соревнованиях на мобильных устройствах. Мы можем просто собираться и показывать это в интернет. И это большое счастье. Я рад, что вы пришли на Игромир, нашли для нас время. Я скачаю игру, я обещаю, да. И поучаствую в бета-тесте. Ну, не сегодня, не завтра, но когда вернусь домой, точно. Удачи, желаю вам удачи. Спасибо большое за общение, приятно было очень. Еще раз напоминаю вам, ребята, мобильная игра доступна сейчас. Называется она Planet of Heroes и для iOS, и для Android. Пробуйте. Ну, а мы провели первый день Игромира. Очень много всего увидели. Наверное, сейчас покажем вам еще раз сюжет с Лесей. Леса ходила, смотрела карточную игру. После этого, наверное, уже завершим трансляцию. Встретимся завтра. Спасибо. Спасибо.